Крис, привет! Как ты? Хорошо, хорошо. Дома. Приятно дома? Лучше, чем у вас. Ну да, да, да. Для меня, конечно, дома всегда лучше. Смотри, правила очень простые. На этих карточках написаны имена людей, которых ты знаешь. Ты или тренировался у них, или ты играл с ними, или они Артем Дзюба. Тянешь карточку, читаешь фамилию и рассказываешь коротенькую историю или факт про этого человека, который никто не знает, кроме тебя. Никто не знает. Артем Дзюба. Как знал? Ну, много ли историй с ним, как мы познакомились. Первый раз Сенит. Много раз мы играли против. Я знал, что он хороший нападающий, хороший футболист. Но, конечно, как видел первый раз, из далека, из другой команды, можно сказать, характер другой. А когда мы познакомились, как можно сказать, с Сенит, мы чувствуем сразу, как друзья. Сейчас я чувствую, как должны бегать, как должны подработать, как мы чувствуем друг друга, как открывается. Плохо, что мы мало играем вместе. Потому что после Манчини он ходил, я выходил, обратно снимал, я получил травму. Но так, и с ним много, как история. Не знаю, как история. Всегда был на тренировках, как и все истории. И он самый главный может сказать, мое имя поставил пингвину. Но это он. Нормально к этому относишься? Да, конечно, нормально, нормально. Ты же понимаешь, почему он тебя так называет? Да, тост и медленно. Я помню, помню. Другой? Да. О, это мой. Да, о себе? О себе? Ну, молодой. Что никто не знает? Кто не знает? Ну, очень хотел обратно домой. Человек, который чувствует всегда, где он работает, всегда должен быть 100% профессионально. Всегда чувствует, это мое место, когда жил в Казан, Ростов, Питер, Москва, Сочи, Ассия, Уаякиль. Каждый город был мой дом. Это человек, который чувствует себя сразу, свое место, откроет свои ноги, свои руками. Показал всем, что он готов. И как друзьям можно сказать, чувствует сразу, что человеку можно помочь всем. Саволодный, легендарный Саволодный нападающий. Почему нападающий Россия? Для меня, да. Потому что он откроется очень хорошо, он быстро, он сильный, он головой очень хорошая. Иногда просто чувствует, как он должен чувствовать, как на веру ему. Сам, сам, как сам должен чувствовать, что он хороший нападающий. И как в своем моменте иногда чувствует, что он может попасть, он не попасть первым, и он чувствует, все, закончен, невозможно больше. Я думаю, если он верит, он связан, он может попасть больше, не больше. Как ты думаешь, если сейчас он будет с манекеном бороться, он выиграет? Конечно. Раньше нет, но сейчас. Как обычно видеть такой момент. Кокорин, хороший друг. Давно познакомился с ним, 2010-2011. Кокорин в Динамо, в Зените и в Сочи. Да, три команды, три команды. Как я играл с ним, как чувствует, как спокойно играл с ним. Я просто играл так. Я знаю, что у меня такое место, что он дал вперед со спиной, и он был такой быстро. У нас семья была рядом, свои дети, мои дети, очень хорошие друзья. Музыка-то такой из них, Кокорин. Кокорин в Динамо, Кокорин в Зените и Кокорин в Сочи. Это три разных Кокорина? Или это был один и тот же человек? Ты тоже одинаково. Три одинакового человека. Хороший, смешно и профессионал. Очень хороший на потасе. Осмун, сердце. Когда я познакомился с ним, я думал, он просто такой футболист, как работал на школе, чисто дома. Не знаю, такой молодой, волос такой большой. Тут вообще даже не сказать, все время, эй, откройся чуть-чуть, и тут ты смотришь футбол. Но когда мы познакомились, когда мы сделали подачи, и он каждый раз, как он прыгал. И он попался на голову и думал, ну, просто лучше твой волос здесь даже не видел, как хороший он играл. И он видел, как музыка, как родной брат. Не знаю, потому что свой отец начинает со мной разговаривать. Как лучше дать пас, где он бегал. И начинаем мы разговаривать. И он всегда разговаривает. Где новая игра, ты тоже играй. Где новая Ростов, ты тоже Ростов. Когда я приехал в Сочи, ты тоже Сочи. Ты тоже Сочи. Ты тоже Сочи. Такое хорошее отношение с ним до сих пор. Вы с ним тоже в трех командах, получается, играли. Рубин? Рубин Ростов где нет. Да, да, да. И он тоже как Кокорин. Везде одинаково был? То же самое. Везде одинаково. Да, да, да. Симак как игрок и как тренер. Хороший человек, хороший друг. И тот же самый человек. Он умный. Знаю, что сделал, куда нет. Кто поставил, как играет, где играет, где бегает. Кто не должен бегать. Какой он хороший опорный полосочинник и хороший тренер. Как опорный тренер, можно сказать, такой. Как у Ардиона. Хороший, умный. Ри, у вас же с ним позиции плюс-минус одинаковые. Кто сильнее, Симак времен Рубина или Нобуа времен Сочи? По-разному. Но я хочу сказать, что он мне показал, как играть. Он мне учил. Он мне сказал Кристиану, что футбол такой простой. Пас, 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 пас. Спокойно смотри по ранчеву. Иди сюда на арию. И начинай так сделать. Когда он играл в Сорубин, я учил очень много. Я смотрел, как он открывается. Как он сдал пас. Как он бегает через спину. Как длинный пас. Со спины. Как всегда он был на арию. Каждой арию. Или обороняется, или атак. Атакующий. Это я учил. Когда я видел, как он играл, я учил очень много. То есть для себя, получается, он тренером стал еще тогда? Да. В то время показал мне очень много. Курван Берде. Все знают, как мой старой дед. Он показал мне все, что я знаю по футболу. Тактика. Самая главная тактика. Я раньше думал о футболе только так. Только красиво. Только хороший пас. Линный пас. Но с ним я поработал все. Как обороняется. Как тактика. Как поставил на поле. Как разговаривали с другими парнями. Как учил другого человека. Он мне показал реально футбол. Крис, вот по Бердееву один вопрос. Вот ты его не первый раз уже называешь своим футбольным отцом. Вот я понимаю, когда, например, Азмун говорит так. Потому что и он, и Бердеев, они по-трукменски могут говорить. Но ты приехал, ты же русского тогда не знал. Как вы выстраивали коммуникацию? Она же важна для химии. Ты знаешь, он такой человек, который кричит тебе очень много. Тебе не дает как опускаться руками. Я это, на меня это ненормально. У нас, в Нижнамерике все время тебе тренер скажет, даже ты плохой пас. Хорошо, что следующий будет хорошо. Следующий будет хорошо. Следующий будет. Но там с ним все плохо, 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 плохо. Я так не понимаю на тот момент. Но когда я познакомился там, начинаю менталитет, начинаю учить, начинаю подумать, почему он такой, мне сказали все. Он тебе сказал, он тебе скажет все время такой, жесткий, плохой, потому что он смотрит, он видит в тебя, он верит тебе, что ты можешь сделать лучше. Поэтому он такой. И после этого я начинаю понимать, что он хотел мне показать, как учить, что я хороший футболист и должен как учител, и не пускай руку. В каждой игре я был лучше, мне сказали, что ты можешь лучше. Хороший. Две головы и один гол, ты можешь лучше. Он никогда мне сказал, все, в этой игре ты был самый лучший. Никогда, ни разу. И до сих пор. Федотов, ты знаешь, начало с ним не было не очень. Потому что мне ругались очень сильно, начало, как играл, как он со мной хотел на футбольное поле. Был момент, когда в Сочи, как команда, не получается ничего. Мы были в последнем месте, то же самое. Но он мне учил, как должен быть как капитан на поле. Как разговаривать, как меньше тренировка, что могу играть лучше. Он мне это показал. Потому что раньше я хотел на 100% каждой тренировкой, каждой игре. И каждый, можно сказать, точка на тренировку хотела на 100%. Он потом мне сказал, Кристиан, не надо только тренировка, не надо это. Он мне учил это. Я думал, нет, на каждой тренировке я учил. Тренировка на 100% будет играть на 100%. Но с ним нет. С ним меняется очень много. Он мне учил очень много то же самое. На то время в Сочи. Мостовой, как маленький брат. Тоже самое. Когда я приехал в Сочи, никто не знал, как он играл, где он играл. Он не знал, все он ценит. Я знал, что когда познакомился с ним, я знал, что он очень быстро. Он очень похож на Кокорий на тот момент, когда я тоже познакомился с ним. Конечно, по-разному. Очень много, но с ним Кокорий и Мостовой очень быстро. И дриблим спокойно. Это мне очень нравится. Я с ним сказал то же самое, как у Кокорий. Даже не смотри меня на лицо. Не смотри, как я. Только покажи мне, где ты хочешь мяч. Покажи мне пас. Что ты со спины, хочешь ноги. Ты только сделай. Самое главное move. Куда ты хочешь. Вперед. Мяч будет там. Сначала он начинает чувствовать это. И он очень быстро растет. Даже я не помню. Поздний раз. Хочешь обратно. Или хочешь продавать. Или хочешь идти. Как арендовать команду. Но он всегда один год в Сочи. И сразу соединит. И вообще он всегда играет. Хороший футболист. Он растет очень быстро. Как думаешь, в Европу он сможет уехать? Спокойно. Я думаю, да. Он хороший, хороший футболист. Топ-5 или? Ну, я имею в виду в топ-5 лиг. Не обязательно, что там реал. Можно играть. Можно играть в топ-5 лиг. Но потом уже показались ли он готов или не готов. Это тоже самое. Не только твои уровни. Тоже менталитет. Потому что твои уровни можно показать. Могу сказать, что он готов. Но потом мозги как. Он готов для этого или нет. Это другой тема. Тоже верно. Да. И Артур Юсупов. Ух, с ним играли очень много команды. Мой парнер на опорный полушистника. И на вечеринках. На... Как жил. На музыке. Он знает больше мою семью, чем все. Потому что Кокорин мало времени. Я жму мало времени с Артуром. Сколько с ним вместе? Я думаю, 4-5. 6 лет, наверное. Я был 16 лет. Но с ним я был. 6-7 лет. Там команды. Мы жили вместе. Он знает. Моя семья. Как я играл. Ну, хороший. Он любит вечеринки? Очень. Со мной. Он все время со мной. Вечеринка. С моей семьей. Мои родители. Он знает. Все моя семья. Понял. Спасибо большое за время. Да. Спасибо.